Близзард Энтертеймент Недавно Близзард Энтертеймент представил на суд общественности новые видео, рассказывающие о том, каким же будет Старкрафт 2. Правда, стоит отметить, новые у них только названия. Правда, все-таки один совершенно новый, солдат Айура, представлен будет. Студия GSC сейчас работает над усовершенствованием для шутера Сталкер. В игре появится элемент РПГ. Мы готовим большой апдейт с новым игровым режимом. Свободная игра. Без каких-либо сюжетных миссий. Возможно, этот апдейт позволит непроизойденному шутеру войти в ряды киберспективных дисциплин. Недавно поступило сообщение о том, что Virtus.pro, ведущую российскую команду по Counter-Strike 1.6, покидают Алексей Новиков, Хэл-1 и Иван Качугов, Фин. В настоящее время официального заявления от команды не поступило, которое смогло обовестить причины столь неожиданных изменений. Стоит отметить, что Virtus.pro будет представлять Россию на грядущем ESWC 2007 в Париже. И поэтому столь значимая потеря сразу двух членов команды является достаточно серьезной проблемой. Когда вышла Command & Conquer 3, многие известные команды создали подразделения для этой игры. Но интерес пропал буквально через месяц. Наконец-то вышел долгожданный патч, который должен сделать игру балансной и расширить возможности геймплея. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы будем рассматривать тему игры с ботами в Counter-Strike Source. Глава первая. Снайперы. Боты теперь знают, что такое снайпер и, соответственно, будут предупреждать о них свою команду. Также они понимают, что стоять на линии прострела снайпера не самая лучшая идея. И, соответственно, будут пытаться делать обманные движения и скрываться в укрытиях перед тем, как оказаться непосредственно перед снайпером. Глава вторая. Гранаты. В Counter-Strike Source боты более искусны метания и гранат, чем все их предшественники. Пытаются отступать от осколочных и ослепляющих гранат. Ослепленный бот ведет себя более человечно. Обычно отступает, иногда отстреливаясь в слепую. Глава третья. Другие особенности. Добавлена команда BotPotoMode. С ее помощью ваш сервер никогда не будет пустым. Это значит, что, допустим, если у вас установлено значение BotPotoMode10, то, если на сервере никого нет, за каждую команду будет играть по пять ботов. Если кто-то подключится к вашему серверу, то один бот будет удален и так далее. Игрок может отключить автоследование бота за игроком или за другим ботом. Боты больше не падают с различных выступов во время боя. Боты покупают экипировку и оружие теперь намного быстрее. Для тех, кто играет без фристайла. Мы — виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись. Смотрите далее. Трастмастер представляет первый руль с обратной связью, позволяющий выбрать ваш собственный стиль вождения. И, конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами Virtus.pro и TREP на карте D-Nuke. Трастмастер представляет первый руль с обратной связью, позволяющий выбрать ваш собственный стиль вождения. Новый полноразмерный рычаг переключения скоростей. Два усиленных прогрессивных и два цифровых подрулевых переключателя лепестка. Принципиально новая система силовой отдачи. И теперь три настраиваемые педали. Действительно сложно придумать, как еще усовершенствовать руль для виртуальных гонок. Представляю вам доступную оптическую мышь Genius Wireless NetScroll Plus Traveler SE, которая является специальной версией популярного семейства мыши Traveler. Благодаря улучшенной беспроводной технологии, эта мышь обеспечивает плавные движения курсора без случайного дергания. А бесшовная конструкция кнопок придает мыши современный вид. Бат Кикер Геймер оснащен усилителем, преобразующим аудиосигнал в электрические импульсы разной частоты, которые, в свою очередь, по кабелю поступают на самоустройство, закрепленное на вашем кресле. Вибрация, полностью синхронная со звуком игры, фильма или музыки, передается через кресло на все тело. Плоская клавиатура Genius Luxemade Scroll является воплощением современности, простоты и удобства. Мягко нажимающиеся клавиши с тактильной отдачей позволяют с удобством пользоваться этой клавиатурой в повседневной работе. К тому же уменьшенный размер и подставка для хранения клавиатуры делает ее идеальным выбором для пользователей с небольшим рабочим местом. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам предстоит увидеть официальную встречу КСК «Виртус Про» город Москва и КСК «Трэп» город Нижний Новгород в рамках кругового этапа регулярного чемпионата НПКЛ-2006-2007. Состав команды «Трэп» Владимир Редмон Тарасов, возраст 20 лет Роман Ромшке Макаров, возраст 19 лет Руслан Танк-Аббяса, возраст 21 год Александр Калыч-Грибов, возраст 22 года Демьян Блэйд-Земский, возраст 20 лет Киберспортивный клав «Трэп» является, пожалуй, одной из тех немногих российских команд, которые показывают стабильные результаты. Игроки собраны из нескольких городов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Их соперником в этом матче будет «Виртус Про» Состав команды Алексей Лекс Колесников, возраст 20 лет Иван Фин Качугов, возраст 23 года Виктор Салли Филимонченко, возраст 22 года Алексей Нелли Новиков, возраст 21 год Борис Снуп Подвальщиков, возраст 22 года Команда не нуждается в особом представлении Игроки «Виртус Про» уже не раз сумели зарекомендовать себя на мировой арене как профессиональные, опытные спортсмены За матчами этого клуба след как в России, так и за рубежом И неудивительно, их игры действительно зрелищны Первой картой встречи будет «Де Нюк» Атаковать первыми будут «Виртус Про» Все готово для начала матча, и вот стартует первый раунд «Виртуса» занимают ноль и начинают прощупывать оборону нижегородцев на пленте «А» Но первый фраг делает «Блейд» Он убивает Лекса в будке Немного поразмыслив, «Виртус Про» решают оставить плент «А» и идут через радио к рампам И здесь Нелли еще до выхода делает фраг Убивает Редмана «Виртуса» спускаются на плент «Б», но там Руслан Аббясов не дает им пройти дальше Нелли случайно убивает своего тиммейта Салли Танк сразу же убивает Нелли Оставшись вдвоем, «Виртуса» восстанавливает бомбу, но трэп действует слаженно Вдвоем Роман Макаров и Грибов Александр проходят через длинный тоннель к пленту и убивают Бориса Следующий фраг делает Грибов минус Финн и остается только разминировать бомбу Счет становится 1-0 в пользу трэп Проведя всего один экономический раунд москвичи принимают рискованное решение уже в третьем раунде они покупают оружие, а Салли даже покупает АВП Нелли по улице проходит вплотную к ангару а остальные «Виртуса» начинают равномерный выход на плент «А» первым отличается «Лекс» он убивает ромшки, Нелли в этот момент убивает танка, но тут же «Лекс» умирает от пуль «Редмана» дальше еще два фрага от трэп, минус Нелли и Салли и вот «Виртус Про» уже в меньшинстве Оставшись один на один с Калычем, Финн устанавливает бомбу, но Грибов его сразу же кладет красивым хэдшотом и это 3-0 в пользу трэп в четырнадцатом раунде Нелли идет на свою привычную позицию обычно в начале раунда он простреливает стенку напротив вышки, так называемой «девятки» и в этот раз ему удается подловить трэп на этом месте от прострела умирает Блейд далее по фрагу от Лекса и Фина Калыч в одиночку удерживает оборону от Ленте А и ему удается убить там Фина и Снупа Редман убивает Салли на радио и далее великолепные действия Нелли сначала он взрывает гранаты Грибова а потом убивает пришедшего на помощь Редмана и это уже 8-6 в пользу Виртус Про теперь атаковать предстоит команде Трэп в первом раунде за атаку Трэп без долгих раздумий атакует верхний плент они убивают там троих Виртусов и остаются в большинстве 3 на 2 Ромшки устанавливает бомбу, но Лекс сверху тут же снимает выход шотом на плент заходит Нелли и отправляет отдыхать Грибова а следом за ним и Лекс расправляется с Редманом Нелли разминирует бомбу и счет становится 1-0 в пользу Виртус Про в третьем раунде Трэп рискует и после всего одного экономического раунда закупают оружие тут больше минуты они ждут контратаки и вот собравшись вместе Трэп начинают атаку на плент А сразу два фрага делает Блэйд минус Финн и Снук Редман случайно убивает Блэйда и тут же Нелли убивает Грибова и Ромшки остается один танк, но он не успевает поставить бомбу и счет становится 3-0 в пользу Виртус Про восьмой раунд для Виртус Про раунд на оружие счет фрагом в раунде открывает Руслан Аббясов он нейтрализует Нелли на улице остальные игроки Трэп начинают атаковать плент А где сразу же Снук убивает Редман а в это время на улице Салли расправляется с танком опять серия разменов и вот команды остались 2 на 2 Ромшки, незаметно пробравшись на плент Б, устанавливает там бомбу в длинном коридоре убивает Салли у москвичей остается только один Лекс но он решает не идти на противника, а сохранить оружие на следующий раунд счет 4-4 в 12 раунде при счете 7-4 Трэп создают видимость суеты около выходов на плент А и внезапно атакуют Рампы там они убивают Нелли и спускаются на нижний плент устанавливают бомбу и Салли не успевает разминировать ее счет становится 7-5, а общий счет в матче 15-12 Вертусам не хватает одного выигранного раунда для победы на карте Д-Нюк в следующем раунде счет фрагом открывает Нелли ему удается ликвидировать Блэйда, но Редман останавливает его далее фраг от Салли на улице, он убивает танка Трэп решает атаковать плент А, но там их встречают Снук и Фин по итогу остается один Макаров против двоих Вертусов Салли и Лекса заходит в будку и из нее перестреливает Салли один на один против капитана Вертус Про но Лекс выигрывает эту дуэль и Вертус Про побеждают в матче со счетом 16-12 поздравляем КСК Вертус Про с нелегкой победой ну а команде Трэп хотим пожелать дальнейшего роста и красивых игр Смотрите в следующий раз самая интересная информация из мира киберспорта правильные девайсы для настоящих киберспортсменов новые уроки школы виртуального спорта и конечно, самое интересное новое состязание между киберспортсменами все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok